Всем привет! Это история от подписчиков. Сейчас будет, я зачитаю письмо, где-то буду, возможно, останавливаться. В конце дам какие-то свои комментарии, но постараюсь не останавливаться, потому что письмо очень большое, чтобы не растягивать время. А потом уже по результату, по окончании видео, выскажу свою позицию, как она и просит, и она ждет в ваших комментариях также. Так что давайте приступим. Я замужем в браке уже 9 лет, у нас двое детей, девочка 7 лет и мальчик 4 года. Я познакомилась с мужем в соцсетях в 2008 году. До Барака мы встречались 5 лет, периодически расставались по его инициативе. Он пропадал и через какое-то время снова сам начинал писать и звонить. Так здесь остановлюсь сразу, не сдерживаю свои обещания. Видите, недавно была история на канале про пропадает-возвращается. И вот для девушки, которая мне писала тогда письмо, мы это обсуждали. Вот вам, пожалуйста, пример, если вы за такого человека выйдете замуж, как это все может закончиться? Это для вас пример. Он рассказывал о своих целях, своих успехах на работе, о том, как к нему тянутся друзья и противоположный пол. Он меня очаровал, я сама не заметила, как стала одержима. Постоянно были какие-то эмоциональные качели, то, что вас и притягивало. Все время меня сравнивало со своей первой любовью, обвинял меня, что я не такая, как она, многоточие. Я обижалась, но прощала его. Каждый год он обещал жениться, вот только учебу маме, а на доктор наук надо закончить. Или ему надо в магистратуру поступить, потом закончить. В итоге женился тогда, когда я уже поставила перед фактом. Я ему сказала, что уже не могу терпеть еще пять лет жить в неизвестности, либо он женится, либо мы расстаемся, и я больше не трачу своего времени. Итак, мы поженились. На следующий день после свадьбы он предложил наши зарплаты отдавать своей маме. Она ведь потратилась на свадьбу. Я отказала, и мы жили с его родителями. На деньги, подаренные на свадьбу, нам муж обещал купить подарки обоим. Но потом выяснилось, что он купил зимнюю шину на машину и даже не посоветовался со мной, а просто поставил перед фактом, когда это уже свершилось. Я обиделась, но он обвинил меня, что я не думаю о нем. Однажды он повел меня в магазин и сказал, что хочет купить одежду мне. В итоге он все деньги потратил на себя. А мне ничего «нормального» не нашлось. У него еще была старшая сестра, которая не взлепила меня с первого дня. Она всегда со своим мужем тусовалась у родителей. Находила любой повод задеть меня. Меня это очень сильно злило и обижало, но в силу своего воспитания я не могла ей ничего сказать в свою защиту. Муж и родители его не говорили ей ничего в мою защиту. Очень часто она докапывалась до меня, когда мы были одни. Когда я уже рассказывала мужу о происшедшем, он мне не верил и говорил, что это моя сестра и родители, как хочешь, находись с ними со всеми общий язык. Муж приходил с работы, ужинал, садился играть в компьютерные игры. Я сидела одна в своей комнате, избегая нападков его сестры. В выходные он уходил играть с друзьями и приходил под утром. Естественно, весь следующий день он отсыпался. Забеременела я через месяц после свадьбы. Я была для них кем-то вроде обслуги. На первом триместре беременности я сильно заболела гриппом и слегла дома. Заботы ни от кого не было. После крови была защита кандидатской. И она утащила моего мужа с собой в пешкек, чтобы он помог ей переключить кнопочки на ноутбуке. Через пару месяцев на плановом музее я узнала, что беременность нужно прерывать из-за несовместимости с жизнью пороком. Мне нужно было сделать срочное прерывание, так как срок был уже 21 неделю. И счет шел на дни. На 22 неделе нельзя уже делать медапорт. По врачам я ходила снова одна. Муж был занят работой. Когда мне понадобилось срочно сдать анализы и обратиться к свекрови, она была заведующей лабораторией. Но она согласилась, что не хочет просить коллег, так как ей уменьшили зарплату на 30 тысяч. Да и вообще она была занята своей дочкой, которая родила в эти дни своего первого ребенка. Я вышла через неделю с больницы и очень долго восстанавливалась. Мне было тяжело психологически и физически. Весь месяц больничного я была дома одна. Муж приходил только ночевать. После работы он ездил к сестре нянчиться с племянницей. Как-то днем я села за его комп и увидела его переписку с другими девушками. Он переписывался с ними, когда я была беременна. В письме он звал их поехать вместе в другой город многоточие. Я устроила скандал. Он стоял на коленях и клялся, что это не повторится. И я согласилась. Ровно через год я родила дочку. Беременность была сложная. Ребенок спал только на руках по 15-20 минут. Я не отдыхала ни днем, ни ночью. Старалась делать домашние дела, чтобы были довольны мной. Я действительно очень его любила. Закрывала нам многое глаза. По мнению его сестры и мамы, я кормила не так, кушала не то, общалась с ребенком не так. Все во мне было не то и не так. Когда я пыталась возразить, они бежали к мужу, выворачивали все не в мою пользу и наизнанку. Он очень зависел от своих родственников. И после рождения ребенка он съехал с нашей спальни по совету мамы, так как она не высыпается. Я часто ему говорила, что нам нужно покупать жилье, снимать или начать жить самостоятельной жизнью. Через 4 года мы съехали жить в квартиру моей сестры. Ничего не изменилось. После работы он обязательно ездил домой к родителям, возвращался ночью, когда я уже спала или укладывала ребенка. Если уж и приходил рано, то обязательно звонила его мама, которая нужна была его помощь. На выходных всегда занят, всегда дела. Когда я просила уделять внимание и перестать играть в игры, больше времени проводить с ребенком, развиваться, он говорил, что я выношу ему мозг. Я всегда мотивировала его к развитию, но он всегда бросался на полпути. В итоге я не заметила, когда это стало для меня нормой. Я родила сына, весь день была с детьми, а он проходил ночью. И будь добра исполнить супружеский долг и встречать с улыбкой во весь род. Он часто менял работу, никогда не мог долго работать на одном месте. Всегда был кто-то, кто ему палки в колеса вставляет, жаловался на всех. К слову, когда я вышла замуж, я перестала себе вообще что-либо покупать. Мы копили на квартиру. В секрете я старалась подрабатывать, делала макияж, продавала обувь, сумки, деньги, тратила на нужды семьи. С детьми и со мной не хотел гулять. Максимум, отвезет в игровое кафе и оставит там. Позже он устроился в хорошую компанию. Мы так радовались, купили квартиру, сделали ремонт, двое детей, своя квартира в новом доме, хорошая работа. Казалось бы, живи и радуйся. Наша квартира находилась за городом, далеко от центра, и транспортная развезка не была развита. Если я раньше хоть могла с детьми выйти на прогулку в кафе, то тут я стала полностью зависеть от него. Но помимо того, что он как и раньше не уделял время нам, он стал контролировать еще и мои расходы. Просил, чтобы я советовалась с ним по поводу каждой покупки для детей. Потом в офисе забрал карточку и сказал, что будет покупать все сам. Начал повышать голос на дочь, и я заступалась. А он говорил, что это она от меня всему научилась. Что ее надо научить уважать мужчин. И он начал раздражать во мне все, как и что говорю, как хожу, как выгляжу, как готовлю. Приходил, когда мы почти спали. Утром уходил, когда дети спали. Дети могли его не видеть несколько дней. Также друзья, новое увлечение, караоке, сауна, встреча с коллегами, родители были для него в приоритете. Иногда он приходил рано или просто лежал перед телевизором. С детьми гулял максимум 20 минут, час. И то через мои крики он выходил на улицу. Ждал, когда я закончу уборку. Заходил, заводил их домой и убегал по срочным делам. Однажды я учула запах другой женщины. Но он пришел с посиделки с друзьями. Ну, он так сказал. После допросов сказал, что познакомился там с девушкой. Стоял, общался, держал ее за рукой. Многоточие. Ведь я его вынудила к этому, потому что я всегда недовольна. Я хотела уйти, собрала его вещи. Но пришла его мама, надавила на жалость. Мол, дети останутся без отца. Она с ним поговорит. Мне было некуда деваться, потому что мне предстояла мини-операция. Деньги на операцию он не дал. Он был в обществе, он был в бешенстве и кричал, что я делала все это время. Почему не позаботилась раньше и не заработала себе на операцию. Сказать, что я офигела, это ничего не сказать. Ведь когда мы только женились, мы решили, что пока я на декрете, финансовую часть будет на нем. Я буду заниматься детьми. Я заняла деньги и устроилась на работу. Дети в сад не ходили и все время были со мной. В 101 раз я простила его. Я решила дать шанс нашей семье. Только, знаете, даже, пожалуй, остановлюсь. Только он каких-то шансов никому не давал. Он был наплевать, даете вы какой-то шанс или нет. Полтора года назад его уволили. С тех пор он без работы. Мы продали квартиру, потому что мы всегда хотели переехать и попробовать жить в другой стране. Мы смотрели в сторону Турции. Денег хватало купить там жилье. Но он все не решался. В итоге цены выросли в 2-3 раза. И я переехала с детьми на время, я так думала, к родителям. Он живет со своими родителями. Работу не искал и не ищет. Живет на проценты. Деньги высылает, если только я попрошу. Если не попросить, то ушит в месяц 25 долларов. И все. Приезжает на несколько дней. Каждый раз ругаемся. Жалуется, что нет от меня тепла и радости. Многоточие. А я не понимаю, как взрослый мужчина может жить и не работать. Жить без планов на будущее. Я все-таки остановлюсь. Что-то вы рано об этом спохватились, нарожав от него двух детей. Потому что он всегда был таким. Ничего не изменилось. Никаких у него целей на самом деле не было. Вы это не хотели просто видеть. Чего вы от него сейчас ждете? Какого-то кульбита в воздухе. Ничего не изменится. Он такой, какой есть. Я не понимаю, как взрослый мужчина может жить и не работать. Жить без планов на будущее. Все думают, что мы с дочкой хотим от него только деньги. А сын как бы не хочет, получается, да? Я всячески стараюсь подрабатывать, чтобы закрывать какие-то потребности и оплачивать свои курсы. Сейчас заканчиваю курсы, планирую искать работу. Его это жутко бесит. Потому что я сказала, что сейчас я хочу заняться саморазвитием и поднять свою самооценку. А семейную жизнь я поставила на паузу. На старую работу в банк возвращаться не могу. Там ненормативный график. У меня маленькие дети. Он звонит и давит на жалость. Он не хочет, чтобы я стала, как он говорит, самодостаточной и уверенной в себе женщиной. Прекрасное пожелание от супруга. Говорит, что любит меня и детей. Он все осознал и понял, и хочет вернуть нас. Обвиняет меня в том, что я холодна с ним. Обвиняет, что я против настраиваю дочь. Когда я говорю ему про свои обиды, он в ответ говорит, что и я не ангел тоже. Я уже не верю. У меня огромная обида на него. Вдали от него я будто бы прозрела. Я как-то по-другому посмотрела на все. Рядом с ним у меня всегда затуманенный рассудок. Я не могу трезво оценить ситуацию. Иногда, когда он меня унижал, я не сразу понимала, что вообще происходит. Сейчас, когда он приезжает, я стала замечать, что у меня упадок сил. Я честно не понимаю, как я могла терпеть все это. Он ходил к психологу. У него абьюзивные отношения с сестрой и мамой. Отсюда, кажется, и неуважение к женщинам. Позже мне рассказали, что он писал в группе девушкам, взвал их в сауну. И, конечно же, он снова сказал, что ничего не было. Это типа в шутку. Иногда мне его жалко. Как-то получается у него вызвать жалость и унизить, и сделать виноватой меня. Я ловлю себя на мысли, что мне легко и хорошо без него. Но иногда меня посещает мысль, может, действительно дело во мне, и нужно дать ему шанс. И он действительно поменялся. На днях мы снова поругались, и он предложил в очередной раз развестись. Я согласилась. На следующий день он приехал поговорить с моими родителями, мол, она хочет развестись, я ее люблю, а она говорит, не знаю. Короче, мои родители сейчас давят на меня, что я должна подумать о детях и вернуться всей правды, и они не знают. А я им говорить об этом не хочу, потому что мне стыдно признавать, что я была и есть такая дура. Я лишь хочу встать на ноги и ни от кого не зависеть. Вопрос с разводом повис в воздухе. Я знаю, что нужно решать, но я очень боюсь испортить жизнь детям. Ой, блин, она не испорченная с таким папой, вообще супер. Вы видите уже, как ваша дочь к нему относится. Что-то он портит-то, он уже сам все испортил. Но в то же время я не хочу, чтобы видели дети, как мы всегда ругаемся. Боюсь, что я ошиблась, и он действительно изменился. Боюсь, что после он будет мне и детям мешать жить, а еще мне его очень жалко. Вы что-то все боитесь и боитесь. Я спрашиваю, в чем, собственно, запрос, как бы, да? И мне написали, что я бы хотела узнать, способен ли человек измениться, понять, в чем моя ошибка, как мне следовало бы поступить. Хочу узнать мнение ваших подписчиков. Так что, уважаемые подписчики, пишите ваше мнение и советы частные человеку, как поступить, оно ждет у вас. Я лишь только могу констатировать факты, что мы имеем на данный момент. Я не хочу это все разбирать в психологической точке зрения, причины и все прочее. Это очень-очень долго. Там очень-очень много всей открытой поверхностной информации. Я вам могу, может быть, больше где-то по-житейски, да, наверное, сказать, из своего какого-то жизненного скромного опыта. Вот, например, может ли человек поменяться? Да, он может, если он хочет это сделать. Пока что, на данный момент, с 2008 года, ваш супруг только говорит по делу от него никаких... Вот видите, по факту он говорит, я поменялся, дайте по шансу вот это все, вот этот вот бред. Почему бред? Потому что это бредовые какие-то рассказы. Вы смотрите по факту. Я все понял, я изменился, он нашел работу, он вам дает деньги, он общаться начал, ваши претензии к нему, вы пишите для себя и поймите, что-то изменилось в претензиях или они остались такими же, ничего не поменялось. Вот говорить бла-бла-бла, может, и сколько угодно, так вот я сейчас сижу, бла-бла-бла с вами говорю. Вы смотрите на конкретные поступки. Ваши претензии к нему и что-то изменилось в этом или нет. Кроме слов не изменилось ничего. Он без денег, без работы, по факту ничегошеньки, не изменился, стало только хуже. Он еще больше ноет, у него больше претензий, и он вас продолжает унижать, о чем вы пишете. Он меня делает виноватой, и мне его жалко. Честно скажу, я думаю, что вы с ним сойдетесь, потому что вы еще слабый человек, вы не готовы от него отсоединиться. У вас не очень хорошие отношения с вашими родителями, поэтому вы жертва по жизни, поэтому вы упали в объятия этой семейки, которая вас не приняла. Вы им были третье лишнее, назовем так, поэтому вы у них были в роли домашней обслуги, как вы сказали, внимания вам не было, всем на вас наплевать, ваши границы никогда не учитывали с ним, ни его родственниками, вас вообще там подтрунивали и так далее. Это ваши претензии к ним, вы от них ждали принятия, как члена общества, их маленького общества, микрообщества, их семьи. Этого не произошло. Они своего сыночку родимого любимого отдавать никому никакой там фурии не собирались на самом деле. Вы долго очень унижались перед ним, перед его семьей, стараясь, чтобы вас принимали, любили и так далее. Вы шли туда за любовью, вы не туда на то делали вообще ставку. Вы в позиции жертвы пошли не за теми людьми, не к тем людям за поддержкой, любовью и так далее. У вас обвинят, а вас вытирают ноги. И по факту его обещаниям ничего не изменилось, только слова. Детик с папой не хотят уже контактировать, дочка уже в оппозиции, ребенок про мальчика вообще ничего не сказано. Ну окей. Вы постоянно... Вообще о чем разговор? Вот чтобы вам, как вы задаете, как мне принять решение, вы пишите для себя на листе, прям рукой, ручкой, чтобы вы наглядно, визуально видели, может это вам как-то поможет визуал, если вы, да. Мои претензии к нему, что мне не нравится. Второй столбик. Что я хочу идеально, чтобы у меня что было? Посмотрите, дает вам этот человек это или нет. И принимайте решение. Вам где хорошо? В своем идеале, где я хочу, чтобы мне было, я могу этого достичь без вот этого якоря и балласта в виде этого мужика несостоявшегося, который меня и детей тянет вниз и разрушает наши все жизни. На него нельзя понадеяться, он только языком трепет. И то лениво это делает так, что даже особо ничего не обещает, только сейчас начал обещать, спустя много лет. Раньше даже не пытался напрягаться, обещать что-либо. Или вот у меня вот негатив, претензии какие есть, вот этот уровень, который у вас есть, ничего не поменялось. Он вам говорит и обещает, чтобы вы обратно залезли, с ним были, чтобы ему было спокойнее, а вас вытирать ноги. Не хочет вас терять. Знаете почему? Потому что он четко чувствует и понимает. Такой никакой, он себе новую такую жертву, которая будет все подряд терпеть, не найдет. Потому что у других женщин запросы есть. И он вас к себе притягивает, давит роднёй и детьми, и всякое разное. Чтобы вы только от него никуда не дёрнули. Потому что найти вторую такую же, как вы, которая будет терпеть и рот открывать не будет, ему просто нереально. Запросы у женщин другие начались. Женщины осмелели, эмансипация происходит. А вы ему удовлетворяете все его амбьюзивные нападки на вас. Вы идеальная жертва для него. Ему классная, он не хочет, чтобы эта схема разрывалась. Он вас использует, чтобы чувствовать себя хорошо. Так вот подумайте, вы и ваши дети уже прицепом существуете для того, чтобы обрабатывать вашего супруга-их папу. Вы втроём должны страдать, чтобы ему одному безработному, обнаглевшему, вообще офигевшему хорошо было. Вы для этого вас родили на свет, а вы детей для этого рожали. Но все мои разговоры, то, что я веду, это для сильных, это не для жертв, для тех, кто готов принимать решения. Вы не на этой позиции. Вы меня, я знаю, сейчас послушайте, головой покипаете, сделаете всё, как было раньше. Поэтому я не хочу тратить на этот разбор время что-то рассказывать. Я знаю, потому что это ни к чему не приведёт, результата не будет. Вы к этому не готовы. И для того, чтобы быть более готовой, я вам советую не сходиться с ним, а потяните ещё дольше. Идите, заработайте первую копейку, потрогайте в руках звенящую монетку, свою независимость, пожалуйста. Он вам открытым текстом сказал, не хочу, чтобы ты становилась независимой и самодостаточной. Я расшифровываю на человеческий язык, я не смогу тебя угнетать, мне будет плохо с тобой. И ты меня тут же швырнёшь, я тебе буду не нужен, вот и всё. Так вот, почувствуйте монетку, максимально с ним не общайтесь, ни в коем случае не съезжайтесь, ничего не отматывайте никуда. И на первое место, пожалуйста, поставьте ваших детей, которым плохо с таким папой, который к ним не обращает на них внимания, ими не занимается, денег им не даёт, а они-то за что страдают? Ну ладно, вы слабая. Зачем вы девочке такой пример подаёте, а мальчику, например, как можно с женщинами общаться? Не забывайте, хоть и вы, может быть, жертва, а жертва не хочет нести ответственность за свою жизнь, а ещё тех, кто за неё ответственность берёт, как вы попытались попасть в его семью, чтобы они брали, восполняли некую ответственность в вашей жизни, чего они не сделали, по сути, не должны были делать. Вы зачем детей своих под это всё подписываете, подставляете? Дайте им счастливой, свободной жизни. Ответственность за детей, когда вы их родили, она априори, вы от неё не избавитесь. Вы мамой быть для них не перестанете. Поэтому берите ответственность хотя бы за жизнь своих детей, если за себя не хотите, и подумайте, ваши дети достойны такой жизни, такого будущего, такого примера рядом с собой. Если вы для них хотите лучшего, их действительно любите, так оградите детей от плохого воздействия родственников, папой. Дайте им хотя бы право выбора в своей жизни, брать им ответственность за свою жизнь или нет. Не учите тому, что брать ответственность за себя не нужно, а нужно подстраиваться, терпеть, мучиться, а женщин надо ноги вытирать, страдать, унижать и тому подобное. Хватит. Вы просто сделайте дочку такую же, как вы, она будет терпеть, а сына такого же, как папа, который будет унижать, а не он вас потом в старости, ваш сын в вашей старости уважать тоже не будет. Я не знаю, как вы с ним будете взаимодействовать. Потом дети, когда вырастут, они вам претензии выскажут, скажут, мам, зачем это все терпело, зачем мы так жили, нам это не надо было. Мои рекомендации вот такие. Если вас это к чему-то сподвигнет, и завершая циклично, скажу, что люди меняются, конкретные действия, смотрите, на данный момент я диагностирую, вангую, ваш муж не изменился, ничего не поменялось, это только разговоры, для того, чтобы вы не ушли из этой схемы, чтобы он поднимал себе самооценку за счет вас и классно сжил, существовал. Вот. Но не забывайте, вы от этого страдаете, ваши дети, а стоит оно того или нет, жизнь-то одна, и вы ее уже много лет ее профукали, вот на это вот все. Слава Богу, у вас дети из этого есть. Дайте им шанс, пожалуйста, хорошей, счастливой жизни. Вот такие комментарии я дала. Вы можете свои комментарии оставить под видео, пожалуйста, пишите, девушка ждет, ей очень важно это почитать со стороны, ознакомиться. Кому нужна моя консультация психологическая в инфобоксе под видео, я оставляю свою почту, пожалуйста, пишите, мы с вами встретимся онлайн в скайпе. Спасибо за внимание, всем пока. Продолжение следует...